топим печку короче опять топим печку опять вечер и как всегда мы возле печки греемся и вспоминаем о чем-то хорошем сегодня мама что у нас помнит историю да интересно а какую историю историю был такой случай в связи с этим мне пришло на память такое интересное случилось мы дежурили это были в 80-х годах я работала на заводе электродвигатель вот мы дежурили в дн д воскресенье значит подходим что такое дн д расскажи люди не знают что такое конечно кто сейчас на дружина ну так вот народная дружина за порядком то есть вы после работы после работы шли дежурили в этом дн д чтобы порядок был еще и с удовольствием ходили на это дн д здрасте после работы нет конечно да в воскресенье ой ой люди были идейные да ну как сказать ну это было как с удовольствием доходим а за это платили вам что нибудь ну ты что свинешься какие оплаты а тебя платили когда-то после восьмого класса работала просто каждый день на сборке уже не платили не тебе не сереже мы так работали лампу это когда на каникулах когда мы работали чего на каникулах когда мы работали на сборке конечно на каникулах целое лето так ну будешь просто энтуиасты ну вот просто все просто нам но мы заводчане подходим к зданию дн д она было в дружбе, в гостинице дружба. Вот. Только подошли, заходить уже решили. Это самое, когда смотрю, идут двое, два милиционера и Юра, наш комсомолец с завода, ЧПНК, пьяненький. Я в ужасе, я только ну, конечно. Ну, человек выпил, что-то. Нет. Человек замечательный, работник, замечательный, молодой, я писала только перед Эдем, вышла статья в маяке о нем, как о лучшем комсомольце и молодом рабочем. Электродвигателе. И вдруг тебе здрасть. Я вообще была, не знаю, думаю, как мне поступить, это же и заводу, какая неприятность. Вот. Ну, так насмелилась, подошла к милиционерам, говорю, пожалуйста, если можно, объяснила, кто есть кто. Вот. И я, можно его домой отведу? Пожалуйста, отпустите его домой, чтобы не записывать там ничего. Ну, со мной согласились, и пошли мы с Юрой через парк. Он, говорит, жил он в центре города. Я думала, пойдем, это недалеко. Вот. А он, говорит... И мороз был, да? Что? Мороз был, зима? Мороз. Ну, ноябрь месяц была погода слякотливая и заморозки. Ага. Он, говорит, я к родителям. Можно, пойдем к родителям? Ну, пошли мы через... Ну, он так понимал все, но был крепко выпивший, да? Ну, да. Пошли мы через парк, шли очень далеко, это где улица Пархомин, каждая... Ну, далеко, короче, там, если сейчас, то за 15-й школой, в общем, далеко. Очень далеко, очень далеко, мы долго шли, потом долго искали, потом вроде бы нашли, где его родители живут, зашли во двор, никто нам стучали во все, а уже ночь. Сколько? Ну, ночь сколько это? Темно. Никто нам не открыл. Часов 9, да? Уже вечера. Ну, темно. Больше. Ну, конечно. Осенью и дано. Ну, все, а я же уже боюсь, глянула, а он босой. Как босой? Думаю, босой. Без туфлей, без... Подожди. Иисус, ты его била, и не видела, что он без туфлей? Ночь. А. Ну, а шо б я делала? Вот. Я же думала, это быстро. Не сюда так, туда. Так он и там стоял разбутый тоже. Ой-ой-ой. Вот. Ну, шо делать? Я уже думаю, господи, не знаю, шо делать. Думаю, ноги от мороза, человек простудится. Он уже вроде и себя пришел. Я говорю, давай возвращаться. Давай чем быстрее, тем лучше. Значит, я его провела к себе домой. Это совсем другой край города. Другой край. Я провела его к себе домой. Домой. Папа открыл... Твой папа. Ну, конечно. Мой. Боря, Боря, Борис Сергеевич. Открыл дверь, нам заходим мы с холода. Ну, в общем, короче, разделись. Вот я сразу же... вот, потом я сразу нашла керосин. Сразу обработала ему ноги за тем, чтобы он не простудился, потому что... потому... Ну, так было. Вот. Боря дал носочки, дал свои сапожки, не сапожки, ботиночки. Вот. Чаем напоили? Чаем? Ну, конечно. Он уже пришел в себя, уже как бы... Ну, так. Нормально. И было около 12 ночи уже, когда мы с папой, с Борисом Сергеевичем, отвели его домой. Это было воскресенье. А в понедельник утром рано я встаю на работу, я ходила на работу через парк. Походила по парку, честно говоря, поискала его ботиночки. Нашла, чему обрадовалась, не сказала, но правда. Да ты что? Пришла на работу, помыла их, посушила их на батарейке и отдала... Юре. Ну, да. Ну, так. Вообще у него была хорошая семья и больше такого никогда не было. Ему, наверное, неудобно было. Да. Ну, может, на это была причина какая-то, что он... Ну, может, все, может. Может, поссорился с женой. Все нормально. Потом уже было. Да. Никогда такого не было. Я с тебе говорю, что... Ну, вот просто... Вот такой случай, да? Такой случай был, да. Ну, в общем... Ну, хороший случай. Да, это, наверное, говорит о том, что вот как-то мы и на заводе были, как одна семья, все друг друга выручали, знали. И вообще и в городе, и в жизни. Наверное, человек человеку был друг. Да, да. Ты говоришь, у нас до сих пор эти самые повязочки сохранялись. Повязки, да, да, да. Дружина. Такой случай был. Так, хорошо. Интересно. Еще что-нибудь расскажешь? Ну, что тебе рассказывать? Рассказывать можно до бесконечности, но ладно, на сегодняшний день. Ну, а ну, покажи. Горит огонь. О, кстати, надо же печечку подкидывать. А ну, сейчас посмотрим. Нет, надо печечку подкладывать. А то там Валентина, Валюша, спрашивает, вернее, просила бы, говорит, пожалуйста, показывайте огонь, а то мы там живем, у нас нету тепла, так мы хоть посмотрим, погреемся с вами. Ну, вот, греемся. Сейчас на улице холодно, но у нас уже тепло относительно. Ну, дай еще, дай еще тепло. Покажи, покажи, пожалуйста, еще открою. Ну, разгорается. Пусть люди погреются. Разгорается. А ты еще потом, помню, про эти туфли рассказ написала. Называется туфли, по-моему, или сапоги, что-то такое. Я помню, ты рассказ написала. Потому что ты у нас человек пишущий. Ну, да. И как в маяке были, да, вот эти вот... А каждую неделю... Мрия, Мрия была. За исключением... Басню написала и ходила там... Писала очерки о лучших людях, заботе. А басню, как ты ходила, еще мы маленькие были, ходила на Мрию. Да я знаю, но папа мне не разрешил. Я раз сходила, а потом папа твой не разрешил, мне говорят, ничего не ходить. Ну, ревнивые были были. Ну, ходили. Сильно любил тебя. Сильно любил, да. Писала о людях завода, о работе завода. Сколько очерков. Сколько очерков. И пишет, пишет, собирает материалы. Сидит, пишет. Помню про... Она на заводе писала, потому что дня уже некогда. Помнишь, я очерк твой помню, ты назвала про женщину с электроцеха, по-моему, счастливая ты назвала этот очерк, счастливая. Так много было, что разве и вспомнишь, у меня там сейчас на пчелке лежат розетки. Так ты с нештатным сотрудником маяка была. Ну, да. И тебя там приветствовали, потому что всегда твои очерки были. Надо, Жанна Ивановна, надо о людях труда, надо очерк, мама, пожалуйста. Или о работе завода просто. Ну, как? Так было. И подборка маяков есть, да? Вот, надо бы найти. Подборка. Есть газет твоих? Да. А там их много. Очень много. Очень много. Да. Ну, вот, уже тепло становится от печки. Я тебе скажу в этой связи, что мой зять, мой муж, Саша Сопрыкин, говорила, Жанна Ивановна только восхлавляет завод. Постоянно она занимается этим заводом, чтобы хвалить. Но прежде, чем его хвалить, надо было сделать, чтобы его хвалили. Чтобы он занимал первые места в социализировании города, области и министерства. Ну, в общем, да. Ну, ладно, что было, то было. Работали до седьмого пота. Работа была, да? И с энтузиазмом. Конечно, да. Ну, а как же? Это же интересно. Ну, что, нас сегодня хватит рассказывать, да? Да, хватит, да. Чтобы не утомлять, да? А вы там, кто слушает нас, пишите, пожалуйста, как вам лучше, формат длинный или короткие рассказики, да? Как людям? Как вам понравилось, не понравилось? Оставляйте свои комментарии, а мы будем уже как бы ориентироваться, да, мам? Ну, да. Чтобы все было интересно. Ну, нам понравилось возле печки сидеть и вспоминать о том, что было. Было очень все хорошо. Было очень много интересных мгновений в жизни. Поэтому так вспоминаешь, что было хорошо. Да. Было хорошо. Ну, сколько мы тут поговорили? 12 минут. Ну, все. Пока-пока, всех. До новых встреч. Всего хорошего. Не надо вот... Не надо вот...